Девушка из Климачи Со мной произошла похожая история 11 сентября 2016 года На меня было тоже совершено жестокое нападение двух милиционеров Это Дубешко Алексей Викторович и Гачиня Даниил Вячеславович Причина была, якобы я не в том месте дорогу перешла За это они меня схватили, посадили насильно в свою милицейскую машину Потом в машине надели на ручники Это все было достаточно очень жестоко, цинично Потом продержали в камере, ну конечно со всеми издевательствами, как наша милиция может И поэтому я хочу привлечь к ответственности и Гачиню, и Дубешко И чтобы они принесли наказание, потому что в нашей стране, я считаю, что должен действовать закон и порядок И милиция должна защищать граждан, это их обязанность Ну вот, хотелось бы, чтобы как бы проследили, как будет развиваться мое дело Потому что я хочу привлечь к ответственности этих уродов, и чтобы был результат Вы написали какие-то жалобы, там, надзорные, там, прокуратуру, не знаю, следственный комитет, еще что-то? Да, конечно, ну вот, после нападения на меня сразу я, ну, отреагировали мои родственники Потому что фактически я пропала, да, вот был человек, пошла на встречу, и происходит такая ситуация Тебя просто похищают, потому что я считаю, что это похищение Когда вы вернулись домой? Почти через двое суток Двое суток вы где были, в РОВД? Да, в РОВД В обезьяннике? Да, меня вот как ты шла на встречу, так вот схвати, завезли, и получается, ты просто пропал, ты пропал А позвонить, я просила позвонить домой, родителям, сказать, что произошло, нет, никто, ну, просто издевательский характер Вот тебя бросают туда, и с тобой происходит то, что происходит Вот, конечно, я подала жалобу в прокуратуру, прокурору Первомайского района города Минска Проневичу Отписки, потом я на них подала в суд, иск в суд Первомайского района города Минска Вот, ну, опять-таки, отписки, 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 ничего невозможно доказать Я вот рассчитываю, если это придать гласности, я, в конце концов, смогу привлечь к ответственности этих вот уродов, как я считаю Я считаю, что они не должны носить форму милицейскую Они вот, когда вас задерживали, они что говорили, вы нарушили какую-то статью, что они как это объясняли? Я считаю, что это последовало как реакция, потому что я до этого иск подала на районную организацию Тоже был случай, на девчонок повесили большие долги предприятия, вот, и я одна подала иск И вот после того случая, вот, буквально через неделю со мной произошла эта история Я думаю, они взаимосвязаны, конечно То есть это может быть какая-то месть там, или заказ какой-то, то есть Я думаю, да, конечно, я считаю, что да, конечно Но когда милиция задерживалась, она говорила, вы там нарушили, там, 23-4 или еще что-то, какие-то называли статьи Как можно человека просто так с улицы? Так вот можно, оказывается, у нас так можно Можно просто на улице забрали, даже ничего не объясняли в РУВД и все? Ну, причина, вот, якобы не там перешла дорогу Это сотрудники ГАИ были? Да, сотрудники ГАИ В Минске это? Да Как это происходит, вообще я в шоке, как это может происходить Четвертый, четвертый, четвертый случай, блин, когда А что, такого не было? Не, ну, за переход дороги еще не было Ну, так на ровном месте, конечно, какие-то претензии есть, но возникают Но чтобы они прям хватали людей на двое суток, увозили и ничего не объясняли Они что хотели, то и делали Да, поэтому я считаю, это не милиция, это бандиты в форме Почему сопротивляются просто? Я, да, я, конечно, я испугалась очень сильно Мне кажется, тут надо Конечно, испугалась очень сильно Кроме прокуратуры еще куда-то писать там А, значит, к их вышестоящему начать Вы знаете этих же фамилий, этих милиционеров Назвали, дайте еще раз назовем Да, конечно, да, да Мне кажется, даже их звание нужно озвучить Давайте Как они работают Нужна ли нам вообще такая милиция Дубежка, Алексей Викторович у нас И Гаченя Даниил Вячеславович, улица Белинского, 10 Вот, и вот такие у нас кадры служат в милиции Звание должности тут есть? Это протоколы, которые они составили? Да, это протоколы, которые они клепают Но, конечно, понятное дело, что это клепает Их система Ну, с целью того, чтобы, типа, исполнять планы Но на самом деле это, ну, как Является такой трагедией в жизни человека А как ваши родные отреагировали? Вот у вас нету дома, да, телефон там, я так понимаю, что не отвечает Что они, как это восприняли вообще? На следующий день, конечно, семья подала заявление Пропал человек? Да, конечно Я считаю, что это похищение Им ответили, что ничего не похищали А человек находится в РУВД В Ленинском, да? В Первомайской РУВД у нас есть такое В городе Минске Вот Белинского, 10 Вот такие случаи у нас в республике происходят Вы когда увидели вот эту историю Женщины из Климовича Вот с нами связались, сказали, что похожие случаи И нельзя молчать А как вы думаете, сколько человек, сколько женщин Такие похожие истории в Беларуси попало? Я думаю, десятки, конечно, сотни И я считаю, что Потому что они молчат, только потому что Поэтому и происходят такие вот ситуации И они позволяют себе так вести А у нас в республике не на каждую женщину можно нападать Конечно, не смешно А люди молчат, потому что они не верят, что может вообще что-то поменяться? Я думаю, что менталитет просто такой у людей Но возможно, они малограмотны Потому что на самом деле Вот даже написать жалобу грамотно Подать иск в суд грамотно Это деньги, время, это юристы Это затраты Ну, опыта нет, да Нет знаний юридических получается Да просто бояться, да, конечно Друзья, вставайте с диванов Такие случаи не должны происходить Нужно о них говорить И по-другому мы в стране для жизни никак не окажемся